Тенистые аллеи, удобное расположение по дороге к морю и близость к кинотеатру. Вот такое место отдыха для жителей и курортников. Глава города Анатолий Пахомова смотрел обновленный сквер, который уже успели нарисовать юные художники на пленэре. К открытию здесь приурочили интересные мастер-классы, выставки, а также выступления юных вокалистов и поэтов. Наш Сочи с каждым днем преображается. Добром и радостью, и дружбой цветет. И в праздник города пусть скверы открываются, как наш красивый и любимый сквер-посход. Ранее основные свои мероприятия по благоустройству мы направляли на прибрежную часть, на регуляционные зоны, то есть там, где у нас действительно находятся отдыхающие. Сегодня отведен курортный сбор, и именно за счет курортного сбора мы будем реконструировать, содержать наши регуляционные зоны, пляжные зоны. А вот деньги, которые из бюджета города направляются на благоустройство, должны быть направлены на те места, где наши жители живут, там, где их детки гуляют. И поэтому мы взяли курс на строительство скверов, парков, на благоустройство наших улиц. До конца года на этот сквер выделено 27 миллионов рублей, и он должен стать самым лучшим украшением Лазаревской. Вот я предлагаю, чтобы все жители активнейшему уже смотрели за тем, как он реализовывается, и действительно, чтобы на эти деньги было построено все то, что просто необходимо жителям. То, что радует глаз. И сегодня мы тоже находимся у обновленного сквера, который называется «Восход». Я хочу поблагодарить тех предпринимателей, тех жителей Лазаревского района, которые активно приняли участие. И сегодня действительно создали популярное место отдыха. Гуляйте, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и будьте счастливы. Берегите этот сверху. Его делали для вас. А на главной достопримечательности Лазаревки, горке Героев, появилась дубовая роща. Саженцы деревьев высадил глава города вместе с ветеранами-интернационалистами. В тот же день в Лазаревском районе открыли новый пешеходный мост через реку Макапсе. Восстановили его в рекордно короткие сроки. Прежний был разрушен октябрьской стихией. Мост соединяет поселок и обеспечивает жителям короткий путь к железнодорожной станции. И это событие также стало одним из желанных подарков сочинцам. Продолжение следует...